Добрый день, уважаемые дамы и господа, вы слышите необыкновенную, нетрадиционную заставку для этого времени, поскольку у нас и программа будет не совсем обычная, вернее, нетрадиционная. Обычно в это время Ян Йоффа проводит программу, которая называется «Странички истории». Ну а сегодня, сегодня мы встречаемся с нашим давнишним другом, не хочу сказать старым другом, потому что могут не так истолковать, с Юрием Хочевацким. Ну, знаешь, старым, старым, Юра, старым. Я еще вспоминаю, когда мы с тобой познакомились. Подожди, Славенька, я же должен сказать здравствуйте. Скажи здравствуйте нашим датчикам. Я по вам соскучился, я вас очень всех люблю, и вот теперь давай, Слава Георгиевичу. Давай сначала я скажу. Меня по-прежнему зовут Сергей Зацепин, напротив меня в студии сидит Вячеслав Каганович. Который вчера анонсировал это. Да, а с нами на связи по скайпу из Белоруссии замечательный человек, удивительный человек, потрясающий кинорежиссер, документалист, личность творческая, личность такая активная. Наш старый древний друг Юрий Хочевацкий. Писатель. Писатель. Здравствуйте, Юра. Старый КВНщик, Юра, мы с тобой когда-то еще в политехническом зале, когда ты писал тексты для команды КВН. Вот в Ютьюбе уже тоже приветствия пошли в адрес Юрия Хочевацкого, Стив Лейбович пишет. Юра, привет, дорогой. Всем огромный привет, потом посмотрю все, что вы написали с радостью и, в общем, даже не знаю, чего говорить. Тут они мне столько сказали хороших слов, что, в общем, даже не знаю, как на это реагировать. Давайте по делу. Давай по делу, Юр, смотри, давай, я предлагаю построить твой рассказ таким образом. Что было, вот откуда появилось все это, то, что сейчас происходит. То есть предысторию. Предысторию того, что появилось. Потом, что есть сейчас и что по твоим прогнозам, что будет, вот по твоему ощущению, находящемуся человеку прямо в гуще событий, которые нас очень волнуют. Ну, я, если можно, начну с конца. Давай. Справа налево. На последний вопрос попробую ответить. Что будет? Я вот думаю, что я, к счастью, я не Господь Бог. Почему? К счастью, потому что, ну, ты же понимаешь, ответственности значительно меньше. Увельдал. А, к сожалению, потому что я не могу сказать, чем все это кончится, я вижу сейчас очень большой народный подъем. Я вижу сейчас огромные, огромные площади, залитые людьми. Я вижу сейчас изумительные лица, красивых женщин, решительных мужчин, талантливую молодежь, веселую, умную, образованную. Но я вижу также и что-то, вышедшее из подвалов какого-то подсознания Лукашенковского, страшного подсознания. Я вижу этих людей, которых его направление, его обработка превратила в садистов. Потому что, вы понимаете, ну вот последнее, что я читал, это знак оппозиционности, белая ленточка на руках. Да, эту белую ленточку срезали вместе с кожей в тюрьмах. Понимаете, они, это не просто там жестокость, это что-то запредельное, это дальше, чем жестокость. Это что-то большее. Я, правда, всегда знал, что Лукашенко такой. Это в нем давно пряталось. Но белорусы такой спокойный народ, в общем-то, они довольно долго его терпели. А вот теперь я попробую ответить вам на первый вопрос, который действительно самый интересный. Как же произошло и что же произошло? Ну, во-первых, скажем так, 26 лет многие люди из оппозиции или там мои коллеги, какие-то режиссеры, какие-то художники, какие-то театральные режиссеры, просто писатели, начиная там от Василя Быкова, например, как вы понимаете, который тоже об этом много говорил, они выступали, они говорили о том, что этот режим, он нечеловеческий, что это неправильно, что мы идем не той дорогой. Все это говорилось, люди это слышали, люди мотали на ус, люди смотрели фильмы, люди читали статьи в независимой прессе, которых становилось все меньше и меньше этой прессы, этих газет, раньше газет, теперь сайтов, теперь закрывают эти сайты. Но тем не менее, люди это читали, люди это слушали, люди учились, люди ходили в школы, закончили эти школы. Ведь это 25 лет, это огромный промежуток времени. Поколение выросло. Что? Поколение выросло просто. Да, поколение, конечно. Это огромное, огромное исторически, вообще-то с точки зрения истории, это, конечно, капля в море. Но для нас, для человеческой жизни это огромное время. И вот эти люди, в том числе и я, мы занимались, я уже давным-давно для себя понял, там, с 2006 года я понял, что очень важно заниматься вот как бы просветительской работой. Пусть ты сегодня уговоришь, объяснишь, что происходит одному всего лишь человеку. Это, значит, за год ты можешь объяснить, что происходит там 3,5 тысячам людей, да, 350 тысячам людей. За 10 лет 3 тысячи с половиной. А если таких, как я, будет тысяча, значит, это 3,5 миллиона. Да, мы это делали. Но, конечно же, самые лучшие воспитатели, самым лучшим просветителем оказалась белорусская власть, которая охамела, обордела эти совершенно наглые, бесстыжие глаза начальников. Ведь каждый начальник, он повторяет своего начальника. Он ведет с подчиненными себя так, как себя с подчиненными ведет его начальник. Он его копирует. Я это называю закон кристалла. Да, кристаллическая решетка, она все время одинаковая во всех, вплоть до молекул. И, конечно же, постепенно люди, а люди становились другими, а люди начинали понимать себе цену, а люди начинали понимать, что унижают их достоинства. В общем, все накапливалось, накапливалось, накапливалось. И пришло к вот этому моменту. Но здесь очень сильно еще помог ковид, конечно же, потому что вот это безумие, которое устроил Лукашенко в Беларуси с этим делом, это, конечно, тоже сыграло большую роль. Все сразу поняли, о чем идет разговор, все сразу поняли, что вот все, что он устраивает, вот все эти идиотские совершенно футбольные встречи гонят людей, детей в школы. По всем, вот даже есть, вы можете найти в Ютубе момент, когда, моменты, много таких моментов, когда он берет ребенка, обнимает и говорит, ни в коем случае не носи маску, зачем тебе эта маска, зачем это тебе надо и так далее. Почему он это делал? Почему так? Да потому что он боялся расстаться с какими-то, ну, деньгами, которые необходимо было потратить на поддержку людей, на поддержку общества. И люди, гражданское общество, которое потихоньку формировалось в Беларуси, они это увидели, они это поняли. И как раз тут к этому моменту подошло время выборов. А дальше все произошло случайно, абсолютно. Вот все, все, что вы видите сейчас, это, на мой взгляд, все-таки случайность. Почему? Дело в том, что, к сожалению, за вот эти вот 26 лет, за 26 лет он сумел полностью втоптать в грязь, маргинализовать, идиотское слово, но тем не менее, нашу оппозицию. Которое, на самом деле, он уговорил общество, что они никудышные, что никому они не нужны. Он очень много врал про оппозицию. И надо сказать, что он и сумел эту оппозицию друг на друга натравливать. И вообще, вы понимаете, оппозиция, это всегда как два еврея, которые никогда в жизни не могут решить, кто из них больше прав. Это же всегда так. И, конечно же, никогда они не могли объединиться по-настоящему. Но в действительности, как могут либералы объединиться с коммунистами? Хотя им всегда говорили, ребята, давайте объединимся на одной простой теме. Тема честных прозрачных выборов. Давайте этого добиваться вместе. Вместе коммунисты, вместе либералы. И то не получалось объединиться. Я уже не говорю, что на самом либеральном фронте это вообще там еще больше склоки, больше столкновения. Но это так всегда бывает опять-таки. И вот что произошло. Опять-таки шли к этим выборам. Все по очереди попробовали провести праймерис. Эти праймерис получились тоже неудачными. Масса людей, там, например, Павел Северинец тот же, Паша. Он вообще швырнул все, вышел из этого, перестал участвовать в этом. В общем, переругались опять-таки в очередной раз. А в этот момент уже подходило время для того, чтобы начать собирать подписи. За себя как за кандидатов. В этот момент как раз и появились такие кандидаты, как Бабарико, Цепкало и Тихановский. Такие наиболее видные кандидаты. И вот Тихановский собрал довольно большую инициативную группу. Что-то порядка тысячи человек. Но мощнее всего взялся за это дело Бабарико, у которого инициативная группа была больше десяти тысяч. А я, чтобы вам было понятно, я не знаю, знаете ли вы это или нет, на всякий случай я скажу. Инициативная группа нужна для того, чтобы они собирали подписи. У нас для того, чтобы стать кандидатом в президенты, нужно собрать сто тысяч подписей. Дело, я вам скажу, очень сложное. Потому что закрывают подъезды, срывают встречи, срывают пикеты, арестовывают людей. Хотя, казалось бы, должно быть. Но так себя ведет власть, она уже привыкла это делать бесстыжим образом и беспардонно. Так вот, Бабарико собрал 10 тысяч в инициативную группу, которая должна была собирать подписи. В Тихановске где-то порядка тысяч, видимо, чуть побольше. И в момент, когда надо было регистрировать эти инициативные группы, а инициативные группы регистрируют как? Кандидат как бы приносит списки своей инициативной группы и подает в Центр-Избирком. И Центр-Избирком их регистрирует. Вот в этот момент, к этому моменту Сергея Тихановского взяли и арестовали на сутки. Дали ему там за что-то в очередной раз. Как бы, потому что он блогер, он делал программу, делал такой блог «Страна для жизни». Он в результате замысливался как и репортажи просто по Беларуси. Но быстро стал оппозиционным, потому что тот, кто честно снимает, тот сразу понимает, в чем все дело. Вот. И вот, представьте себе, инициативная группа собрана, а зарегистрировать этого кандидата Сергея Тихановского не могут. И это мне уже потом рассказывала Светлана Тихановская, что вот в этот момент друг Сергея, тоже участник этой группы, инициативный какой-то там, как бы, руководитель этой группы, Он сказал, Света, ну хорошо, Сергей там, а давай тогда ты зарегистрируйся. Ну что же пропадать, давайте что-то делать. Она пожала плечами и сказала, ну давайте. Нормальная женщина, никогда об этом не думавшая, никогда не собиравшаяся участвовать в политике. Мужа посадили на сутки, она сказала, окей, давайте, чтобы все-таки продолжать это дело, Потому что Сергей сидел только на сутках, и он вот-вот должен был выйти. И он вышел. Он вышел, но в этот момент уже зарегистрирована эта инициативная группа была под Светлану Тихановскую. И тогда они продолжили, они продолжили пикеты по всей Беларуси. Пикеты колоссальные стали. Вдруг обнаружилось, что к этим пикетам идут тысячи людей. Обнаружилось, что идут даже не километровые, а многокилометровые очереди. Вот представьте себе, Слава, вот представь себе, очередь от института физкультуры до входа в Комаровку. Ох, ничего себе. Три километра. Три километра. Это не один километр. Да, и вот стоят люди в очереди подписываться за Светлану Тихановскую, которую никто не знал ничего. Почему? Потому что на тот момент, как кандидат в президенты, ей необходима программа. Они пришли ко мне, она и ее руководитель штаба Мария Мороз, они пришли ко мне с Аней Красулиной, впоследствии она стала пресс-секретарем у Тихановской. И Александр Добровольский, все знают его, я надеюсь, меньшане, люди из Беларуси знают Сашу Добровольского. Он был совершенно замечательный человек, он был депутатом Верховного Совета СССР еще вот тогда при конце Советского Союза. Это человек, который долгое время был одним из руководителей либеральной демократии, объединенной гражданской партии вместе с Анатолием Лебедько. Сейчас он занимается обучением людей и тому подобное. Вот они пришли ко мне, и мы с ними долго разговаривали. Отсюда я узнал историю Светланы и все, и у нее не было никакой программы. Но в этот момент и понятно было, что и программы-то не должно быть. Почему? Потому что оно само по себе возникла идея простая. Нет, она не будет президентом, она и не хочет быть президентом. Кто-то говорит, не может, я не уверен, что не может. Я знаю только, что действительно не хочет. И тогда мы решили, что очень просто будет сказать простую вещь, очень простую. Что я иду только для того, чтобы привести законодательство в норму. То есть вот эта вот изломанная конституция 1994 года, которую фактически уничтожил Лукашенко, постепенно своими указами и незаконными, спальсифицированными референдумами. Вот надо было вернуться к той конституции, где есть разделение властей, где парламент не просто вывеска, как у нас сейчас, а настоящий парламент, где у президента всего два срока. Да, вот вернуться на базе этой конституции, провести выборы новые. Да, все это можно сделать за полгода. После чего я, Светлана Тихановская, ухожу жарить котлеты. А вы, ребята, деритесь. Но единственное, что мы сменим центр разбирком, мы добьемся того, чтобы выборы были честными, прозрачными, чтобы у всех были равные возможности. Вот, собственно говоря, на чем было построено все, все, что предложило обществу Светлана. И я вам скажу, что эффект от этого оказался колоссальный. Почему? Потому что не о чем было спорить. Не о чем было спорить. Аргументы нет, да. Ни левым, ни правым, ни красным, ни синим, ни зеленым. Все были заинтересованы, все в стране заинтересованы именно в этом. И вот тогда произошла страшная неожиданность, страшная для власти. Когда они поняли, что куда бы ни приезжала Светлана, на какой бы митинг она ни приходила, собирались десятки тысяч людей, даже в крохотных городках, в райцентре глубокое, где 18 тысяч жителей, там собралось тысяч семь народу. Вы представляете себе, какая отдача от людей пошла вот на такое предложение, о том, что давайте вернемся к честности, да. И до того дошло, что в последние две недели практически все вот такие встречи, все пикеты Тихановской сорвали, не дали возможности проводить. То есть по всей Белоруссии начала прорываться канализация, как вы понимаете. Правда, тут же мы заявили, что это пахнет не из канализации, которая не прорвала, а это просто они обделались и пахнет от их штанов. Но так оно на самом деле и было. В общем, начали шкодить как могли, и в результате пошли выборы. Пошли выборы обычным порядком, потому что в Беларуси самый главный способ сфальсифицировать, это проводить досрочное так называемое голосование, которое длится пять дней, если не ошибаюсь. Вы же понимаете, за эти пять дней никто проследить за этими урнами не может, хотя наблюдатели надо отдать им должное. Это опять-таки из объединенного штаба. Я забыл сказать, что вот в этот момент штабы, поняв, что Тихановская не есть конкурент Бабарыки, которого посадили к тому моменту, или Цепкала, которого не зарегистрировали, и который вынужден был уехать, тогда вот эти штабы, Бабарыки и Цепкала, объединились, и штабы Тихановской, и начали, создали объединенный штаб, и начали работать вместе. Это очень важно, потому что я вот немножко забыл сказать, но вот так. Не было, то есть понятно было, что Тихановская не является уже ничьим конкурентом, она наоборот предлагает выход всем абсолютно, поэтому, чтобы начали работать очень серьезно, начали, безусловно, начали все это дело со стороны Лукашенко саботировать, встречи саботировались, в Слуцке, в Пинске просаботировали, в Солигорске не дали встретиться, в Минске две встречи сорвали, в общем, все это было, но началось голосование, и они на досрочном голосовании, которое длилось пять дней, они нарисовали сорок с лишним процентов, якобы проголосовавших, ну, как какие там были бюллетени, вы понимаете, потому что они просто-напросто меняют там все, ну, если все по-честному, то какая разница, досрочно люди голосуют или нет, в принципе, тенденции все время одинаковые, да, не может быть так, чтобы на досрочном голосовании 99% были за одного, а в нормальный день голосования эти 99% сжимались до 7%, понимаете, было все понятно, к тому же, на очень, на некоторых участках, на довольно большом количестве участков, председатели комиссии отказывались идти на поводу, отказывались переписывать протокол, а у нас есть даже видеозапись, как председатели заставляли переписывать протоколы, они отказывались переписывать, и вот на этих участках избирательных Светлана получала от 60 до 70%, это вместе с теми, с фальсифицированными на досрочном голосовании голосами, которые были, она все равно от 60 до 70% получала, и это, конечно же, у власти волосы дыбом, что делать, не знали, в общем, короче говоря, понятно, что они воспользовались главным приемом, что главное не как голосуют, а главное, как считают, нарисовали ему цифру 80% с какими-то десятыми, а дальше все пошло, как и пошло, вышли люди, вышли люди, вышли протестовать, и этот протест приобрел за пару дней такую мощь, которую, в общем-то, казалось бы, не остановить, но в этот момент Лукашенко бросил этих Тантон Макутов на молодых ребят невооруженных, все было все было не агрессивно, все было не радикально, это был просто протест на улицах, люди вышли на улицы, а в ответ в них начали стрелять резиновыми пулями, в них начали бросать светошумовые гранаты, более того, светошумовые гранаты, они знаете, как бросают, они к ним привязывают еще всякого дерьма, для того, чтобы эти гранаты, когда взрываются, чтобы разлетались осколки, вот так погибло пару человек, когда говорят, что средства массовой информации говорили официальные, что там человек погиб из-за того, что он хотел бросить какое-то взрывное устройство, чепуха этой глупости, у него в руках этот снятый момент, когда он погиб, у него в руках ничего нет, в него попадают отсколок от светошумовой гранаты, к этой гранате они привязывали всякие там болты, гайки, я знаю, что они там привязывали, для того, чтобы пошли осколки, вот, я вам долго, длинно, нудно рассказал про то, что происходит у нас в Беларуси на сегодняшний день, как мы дошли до этого момента. Давайте мы в этом месте остановимся, сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламные объявления, переведем дух, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с нашим старым другом Юрием Хощеватским. Кроме того, что у нас от людей есть звонки, вот еще Вячеслав хотел задать вопрос. Да, Юр, знаешь, я вчера разговаривал с молодым человеком, может быть, ты с ним знаком, это Леша Кулаков, он помогал нам на наших гастролях в сентябре в качестве звукооператора, чудный совершенно молодой человек, и во время того, как Леша рассказывал, позвонила жительница Чикаго одна и сказала, очень мягко, правда, очень вежливо сказала, а что делать нам? Вот, есть люди, которые не согласны с вашим мнением, а вот мы, я, например, очень хорошо отношусь к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, вот, есть у нас такой контингент людей, что бы ты им ответил? Ну, приезжайте сюда в Беларусь, живите, поживите с ним, и помогайте им, да, помогите ему действительно переубедить нас, я надеюсь, вы не будете переубеждать нас, ломая нам ребра и пальцы, и разрывая промежность женщинам, и задние проходы мужчин, как это, в общем, сейчас практикуется, у людей такие травмы, избитые люди просто все синие абсолютно выходят, я надеюсь, вы этого делать не будете, хотя неизвестно, может быть, и будете, но приезжайте, помогите ему, помогите ему, поговорите с нами, убедите нас, что контрактная система, при которой вы становитесь рабом, и вы можете работать только под кнутом, что она хороша, знаете, я вам могу сказать следующее, я постараюсь тоже очень вежливо, очень легко любить Лукашенко со стороны, так легко в городе Чикаго, так легко, Это то, что мы говорим всегда нашим слушателям, которые отсюда очень сильно любят Россию, например, ну так любят засос, в десны, Путина обожают, Лукашенко обожают, понимаете, в чем все дело, братцы мои, нельзя быть такими наивными, дело в том, что вот эта любовь, она связана с тем, что этот человек невероятно здорово умеет врать, он смотрит на вас такими честными глазами, каких вы никогда в жизни не увидели, а в результате говорит, гонит дикую пургу, он врет, он все время врет, он всю дорогу врет, и он врет, и он врет, он черт, я вам, это уже хрестоматийный пример, когда умер, в свое время, к сожалению, умер замечательный человек Геннадий Карпенко, он был и мэром Молодечно, он был, и потом он был вице-спикером в Верховном Совете Беларуси, да, потом он умер, и вот вскоре после его смерти Лукашенко выступает на каком-то совещании, я сейчас не помню на каком, я это видел своими глазами и слышал, и рассказывает следующее, вот, умер Карпенко, а Карпенко был в оппозиции к нему, ну да, он критиковал меня, он был оппозиционер, но вот приходит ко мне его жена Людмила и говорит Александр Григорьевич, не в чем мужа похоронить, туфель нет, помогите, дал я эти туфли ей, вот, вот это он стоит и несет вот эту пургу с трибуны, вы понимаете, он больной, но в каком смысле, вот тогда-то Людмила Карпенко сразу же сказала, что это Гену отравили, Геннадий Дмитриевича, но для меня он был Гена тоже, потому что мы приятельствовали, его отравили, я не очень верил, но когда я услышал вот это, я поверил, потому что зачем ему врать, это он сам себя успокаивает, вот таким вот образом, это паранойя, он для того, чтобы уснуть, это как вот ребенок хочет увидеть хороший сон, чтобы уснуть, вот так и он видит в своем воображении, как приходит вдова Карпенко, которого он, наверное, с моей точки зрения, почти точно отравили по его приказу, и несет ему туфли, он ей дает туфли, она просит туфли, он дает ей, потому что я же добрый, он думает, я же такой, это вот самоуспокоение вот такое. Но ты ему диагноз поставил еще в своем фильме «Обыкновенный президент», много-много лет назад, еще до всех докторов. Уже вскоре после этого фильма ему поставил диагноз профессиональный врач, доктор Щегельский, вот, так что там, конечно же, диагнозы есть. Давай примем звонки, Юр. Давай. Добрый вечер в эфире. Назовите, назовите, Здравствуйте, уважаемый Юрий, очень соскучились за вашим голосом. Спасибо, что вы согласились с нами общаться. У меня вопрос будет, может быть, немножко вам покажется странный, но просто из опыта украинского я хочу вам задать. Вот, вы не рассматривали такой сценарий, если Лукашенко садится в самолет, летит к российскому пахану и жалуется ему, что его жизни угрожает в революте в Белоруссии, что народу угрожает, и так сказать, не народа, как он их называет, другими словами, и пахан, уже российский, идет войной, той самой, которой он пошел на Украину, пойдет на Белоруссию. Вот, и не сможет тогда как бы Белоруссия противостоять, и что лучше, диктатура Лукашенко или Путина? Давайте дадим возможность ответить. Я вам отвечу сейчас. Значит, мы рассматриваем эту ситуацию, как такую ситуацию вообще должны рассматривать абсолютно все страны, находящиеся, имеющие общую границу с Россией, потому что нынешняя Россия и имперская Россия очень опасна для любого своего соседа, поскольку они ведут себя, конечно, даже на примере Украины можно понять и Грузии, конечно же, просто агрессивно, просто-напросто, я даже не знаю, как это, бесстыже, врут на каждом шагу и так далее. Но это такой момент, но здесь вопрос такой, то есть вы мне хотите сказать, задать мне вопрос, что правильнее, жить в рабстве из-за боязни того, что тебя завоюют, или сбросить рабство и постараться себя защитить, себя и свою землю. мне кажется, что второй вариант, он значительно более достойный, что ли, человеческий. Это во-первых. Во-вторых, уже если говорить утилитарно, то не все так просто, и у Путина тоже, вот на сегодняшний момент, потому что ввязавшись в авантюру в Украине, таких больших сил у него для того, чтобы осуществить такую операцию, нет. Кроме всего прочего, здесь же есть еще один момент. Путин ненавидит Лукашенко, как и Лукашенко ненавидит Путина. Понимаете? Это заклятые друзья, я их так называю, закадычные враги. Путин обокрал Лукашенко, Лукашенко так считает, потому что вообще-то место в Кремле президента это было место для Лукашенко, он ведь первые годы так себя и вел, он тащил Беларусь за уши на слияние с Россией, отдать Беларусь России для того, чтобы стать в России президентом. Это совершенно понятно. И вот, к сожалению, за все это время, за эти 26 лет, ну 25, скажем так, 25 лет назад начался этот процесс, с момента убирания шлагбаума этого символического на границе, да, вот за эти четверть века произошло, в общем, следующее, абсолютно вся экономика Беларуси завязана на Россию. Все, абсолютно. Молочную продукцию, там, что-то, миллиардов на 6 в год, тащат туда. 52 примерно процента, если я не ошибаюсь, бюджета Беларуси, это за счет торговли, чем вы думаете, нефтяными продуктами нефти и газа, и нефтью в том числе. То есть, Россия дает, Россия дает сюда нефть со скидкой, газ со скидкой, а эти торговали. Это было до недавнего времени. Я вот сегодня слушал вчерашнего Римчукова по эху Москвы, он назвал цифру, что ежегодно 6-7 миллиардов Россия добавляла в бюджет Беларуси. Вот таким вот образом. Понимаете, остановив внутри развитие Беларуси, сделав опору белорусской экономики на халяву из России, тем самым Лукашенко уже отдал практически Беларусь России. Понимаете, и вот сейчас я лично могу вам сказать так, что самая большая опасность для потери суверенитета это Лукашенко. Если придет новый человек, нужно спокойно, осторожно, без скандалов начать развивать внутреннюю, внутренний средний класс, внутреннее предпринимательство, маленькие и мелкие цеха, все это надо выстраивать, надо дать возможность людям, а здесь люди прекрасные, умеют работать, они знают, как это делается, и они будут работать, они заработают себе, они поднимут страну, и таким образом, вот эта зависимость, которая сейчас, ну если не стопроцентная, то и не 90 уже, а чуть выше, эта зависимость от России начнет уменьшаться, и спокойно можно будет с течением времени прийти в норму, тем более, что я надеюсь, что и в России будут какие-то изменения. Давай еще примем взводки. Добрый вечер, добрый день, добрый вечер, все принимаю. Назовите себя, пожалуйста. Юрий Ислава, Юрий, вы вот какое-то время назад, вам знакомо такое название, двор развалка в Одессе, но перед тем, как вы ответите, я знаю, что вы будете отвечать, я точно знаю, что я родился в этом дворе под таким названием, но к сожалению, мы с вами не знакомы, и я знал географию Одессы, как вы знаете, как пять пальцев. Боря, Боря, двора развалки. Ближе к теме, вопрос у вас есть? Я просил, проводу в двор развалку, Юрий в курсе. Спасибо. Хорошо. Юра может вам сказать, что я родился в таком дворе, Бараново 33, сейчас княжеская, дома в глубине, дом в глубине наш был целый, а все остальные дома, в перед которые были развалины. вот так. Да, еще вопрос, добрый день, говорите, пожалуйста, назовите себя. Добрый день, Валентина, скажите, а Бабарыка и Сапкала разве не ставленники России были бы? И ясно, что вы кукловод этой женщины, кухарочки. Ну вот это видимо это та женщина, которая вчера звонила. Как это я кукловод? Вот вы говорите кукловод. У вас есть доказательства, что я кукловод? Ну она, к сожалению. Вот странные вы люди, кукловод. Я помогаю ей, я давным-давно против Лугашенко и не может человек один выступать против него кандидатом и все. с ним должны работать профессионалы. У нее не было никаких особых средств. Я ей помогал. И поэтому вы меня назвали кукловодом. Вы знаете, вот, собственно говоря, на таких, как вы, и держится вранье. Ведь, понимаете, одно дело, когда там Лукашенко врет, как сивый мерин, брешет, да? Это, ну понятно. Но, другое дело, вот такие люди, как вы, которые эту ложь не просто воспринимают, но они ее еще разносят по белу свету. Они еще ее, еще ее декларируют везде. Вот, вы не постеснялись позвонить на радио и сказать мне, что я кукловод? в общем, ну не знаю, мадам, вы знаете, очнитесь, проснитесь, но я не могу сказать вам, кто вы, потому что я сегодня интеллигент. добрый. Юра сегодня добрый. Юрочка, огромное спасибо, я знаю, что у вас уже поздно, и тем не менее, ты нашел время, возможность с нами пообщаться, действительно, все скучали по твоим программам, желаем тебе крепкого здоровья, успехов, удачи, творческих успехов, и мы еще, надеюсь, не раз встретимся в эфире и побеседуем. Спасибо. Я тоже надеюсь, Сереженька, Славочка, я вас люблю, обнимаю всем слушателям, а теперь уже и зрителям, привет мой огромный, я передаю, так что всего вам доброго. Спасибо, спасибо, Юра.